Доктора, я всех рада вас видеть после обеда, в добром здоровье, в хорошем настроении, не спать. Первая наша всегда проблема после обеда. Да? Ну, на всех по-разному влияют прием пищи. Значит, возвращаясь к устранению одиночных рецессий, мы переходим к методике латерального перемещения. Очень тоже простой, спокойный метод, не требующий никаких супермануальных навыков и помогающий иногда не только устранить рецессию, но и поработать с таким латерально смещенным лоскутом. Можно и в зоне адентии, и при удалении зубов иногда можно его использовать, да, когда у вас, например, была сильная рецессия в области удаляемого зуба, вестибулярно на верхней челюсти. И параллельно с удалением зуба вы можете сразу устранить этот дефект, чтобы в будущем в более благоприятные условия поставить имплантат. Или сразу поставить имплантат и улучшить эту ситуацию. То есть у этого метода тоже на сегодняшний день, с развитием имплантологии, появились новые возможности. Суть его очень простая. Это боковое смещение лоскутом. Подходит он для рецессий 1-2-3 класса по миллеру, одиночных, узких, щелевидных. Но, как правило, такие рецессии развиваются очень часто в процессе ортодонтического лечения в области щечного вестибулярного корня. Медиального щечного корня. На меня плохо обед повлиялся. Или наличие вообще каких-то таких щелевидных рецессий. Это тоже показание к латеральному перемещению. Но, есть одна особенность. У него рядом должна быть латеральная, либо с медиальной, либо с дистальной поверхностью. Кератинизированная Диснея в ширину 6 мм. Пусть она будет небольшого объема, но ее протяженность должна составлять 6 мм. Противопоказания это отсутствие картинизированной Диснея латеральнее и 4 класса рецессий. Но в 4 классе рецессий там просто не к чему будет перемещаемый лоскоп прификсировать. То есть, можно это сделать, но результат будет не самым хорошим прогностическим. Хотя можно использовать как доп. метод при первой работе. При двухэтапном, например, устранении рецессии. Опять же, да, это таблица выбора. Желтеньким отмечены те случаи, которыми мы используем. При латеральном освещении, какие классы и в каких методиках. Двухэтапные методы, двуслойные, однослойные. Дизайн лоскута. У вас должен быть запас 6 мм, который вы откладываете в латеральную сторону, в любую. Медиально или дистально, там, где у вас наличие прикрепленной Диснея. И в эту формулу вы подставляете вот это значение. Мы впервые, единственный раз, измеряем не глубину рецессии, а ширину рецессии. В самом ее широком месте. Ну, как правило, это широкое место находится у зенита рецессии. Измерение 6 мм. Прибавляем к ней ширину рецессии. Откладываем это значение в сторону. Ставим точку. И это точка отсчета нашего вертикального разреза, карпетивидно расширяющегося вверх. Этот разрез полнослойный, лоскут полнослойный. Здесь вы делаете депитализацию свободной Диснея. Как правило, требуется немножко потом продлить этот разрез вверх. Отслаиваете. После мукогенгивальной границы лоскут полнослойный, тесно-космично расщепляется. И мобилизуется до того момента, пока вот этот лоскут не будет свободно здесь лежать. И при поднятии губы не будет смещаться. Мы всегда проверяем свою мобильность лоскута таким образом. Когда вы положили его на новое место, приподняли губу, и он не отскочил, не переместился. Это тест ваш, который будет. Несмотря на то, что я империрую много лет, я все равно себя тоже всегда проверяю. Независимо ни от чего. Я должна обязательно быть уверена, что мобильность действительно-то правильная. И не знаю. Мы переместили. И процесс сушивания. Все это же самое. Двойной сосочковый обвивной кисетный шов первично. Второе. Вертикальные субкристальные швы в самом опекальном направлении вертикальных разрезов. И вот так это выглядит все ушитое. То, что вы говорили, да, вот эта зона на верхней челюсти, как правило, нивелируется. Здесь не остается такого дефекта. У меня всегда почему-то ушивается наглухо в достаточной ткани. А на нивной челюсти иногда такой дефект остается. Я его просто закрываю губкой и фиксирую ее крестообразным прижимающим швом. Заживает он вторичным натяжением очень быстро и хорошо, поскольку ничего такого сложного нет. Вот так. Еще раз измерили. Прикрепленную десну аппроксимально. Сформировали дизайн 6 мм плюс ширина рецессии. Сформировали слизно-косничный лоскут. Депитализировали сосочки. Корень обрабатываем всегда одинаково. Протокол все тот же самое. Мобилизация слизно-косничного лоскута. Фиксация. Если нужен материал пластический, фиксируем его. Если не нужен, то однослойным методом работы. Фиксация слизно-косничного лоскута и закрытие донорской зоны. Какие могут быть осложнения? Все традиционные. Это некроз. Ну, трансплантаты, если он вдруг умрет, шви. Рецидив. Инфицирование донорского зона и ложи не было ни разу. Но в осложнениях написано, должна указать. И у нас такие же осложнения общие, как повышение температуры тела. Больше тоже ничего, как обычное хирургическое вмешательство. Отек гематома. Продолжение следует. Продолжение следует.